Привет, умники! Сегодня в программе новости науки и чудеса моногамии, лекарства от гепатита и взаимопонимание скорей. Подробности далее. В мире. Американские психологи из Нью-Йоркского и Радгерского университетов доказали, что люди, состоящие в счастливых отношениях, видят остальных менее привлекательными, чем есть на самом деле. Отобрав группу добровольцев, ученые выяснили, кто из них счастлив в своих отношениях с партнером, а кто нет. Затем подопытным демонстрировались фотографии лиц представителей противоположного пола. В результате обнаружилось, что добровольцы, состоящие в счастливых отношениях, раз за разом выбирали намеренно изуродованные фото. По мнению ученых, этот эффект принижения привлекательности посторонних возникает подсознательно и позволяет счастливым моногамным парам эффективнее справляться с соблазнами измен. А в России международная группа ученых, в которую вошли российские и немецкие врачи, разработала новый препарат против гепатита. Действие лекарства основано на том, что оно блокирует проникновение вируса в клетки печени, то есть у медиков появляется возможность держать под контролем развитие заболевания. В ходе тестирования уже были доказаны и безопасность, и эффективность препарата. В экспериментах приняли участие 24 пациента, страдающих хроническими формами гепатитов B и D. Исследования подтвердили существенное снижение вирусной нагрузки у больных, а через полгода применение нового препарата у 25% из них вируса гепатита уже не было вовсе. И напоследок в Татарстане. Казанский федеральный университет пустила делегацию университета Ким Чхон. Целью визита стало обсуждение возможностей сотрудничества в области академической мобильности для студентов и преподавателей, а также перспектив заключения соглашения о сотрудничестве в области передовых научных исследований. Наиболее перспективными направлениями такого сотрудничества видится медицина и биология, а также психология и образование, по которому университет Ким Чхон также предполагает обширные программы бакалавриата и магистратура и проводит собственные исследования. А на этом все. Продолжение следует...